Друзья, такая проблема. Нужно укоротить эту столешницу на 20 мм. У самого инструмента нет хорошего. Что делать в такой ситуации? Отправиться обратно в цех, чтобы пилили на профессиональном станке. Но я предлагаю другой способ. Я уже в одном из роликов показывал, как я обычный пилой пилю ЛДСП без единого скола. Сейчас хочу проверить на столешнице и посмотрим результат. Пила с мелким зубом. Посмотрим, что выйдет. Готовил рабочее место для удобства. И чтобы минимизировать сколы, я использую малярную сколь. Почему я решаюсь на такой способ? Потому что столешница упрется к стенке, а сверху на нее ляжет папка. Толщина 4 мм. Этих 4 мм хватит, чтобы спрятать этот пил. Обязательно нужно с торца тоже разметить и запилиться. Видно, что пил идет пока ровненько. Здесь главное поверить. Можно правую руку раскачать. За минуту я пропилил вот такое расстояние. Теперь подходим к самой ответственной части. Вот этот спил нужно сделать идеально ровно. Потому что фартук будет и так ложиться. А вот эту часть мы уже увидим. Не нажимаем на пилу. Субтитры сделал DimaTorzok Видя такой результат, я считаю, не стоит заморачиваться, ввести куда-то эту столешницу тяжелую. Здесь достаточно иметь в доме пилу с мелким зубом. И такие детали можно спокойно смело подпиливать. Главное увереннее и не бояться. Сейчас я этот спил клеем ПВА замажу. Подсохнет и можно устанавливать. Если столешницу у нас получилось удачно распилить, то фартук получится тем более. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok